Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцев. Мы вплотную подошли к нашей технологии выращивания тепличных культур. И сейчас я подробно об этом расскажу. Прошу! Теплицу к посадке Внести значительные нюансы в общепринятую технологию. И об этом сейчас мы подробно поговорим. Являясь ярым сторонником мульчирования, потому что у этого способа нет никаких минусов, только одни плюсы, естественно технологию выращивания наших тепличных культур я подвел под этот же стандарт. Но если просто замульчировать поверхность под тепличными культурами, то тут не будет учитываться полив. Именно с учетом мульчирования, а также полива, мы разработали нашу технологию выращивания томатов в теплице. Мы наши тепличные культуры окочиваем. Но не с помощью окочника, а с помощью обычной лопаты. При окучивании мы делаем канавки, которые будут осуществляться полив. Но при этом канавки мы закладываем мульчирующим материалом. Тем самым у нас земля не осыпается. При поливе у нас практически нет брызг. То есть с земли мы не выбиваем с помощью воды споры грибковых заболеваний. Тем самым мы практически исключаем возможность попадания спор на листья. Смотрите, осуществляя полив канавку на мульчирующий материал, мы фактически держим все время под корневой слой растения в сухом состоянии. Что опять же очень не нравится грибковым заболеваниям. Спорам нужна влажность и хорошая температура. Хорошая температура у нас в теплице есть, но влажности мы их лишаем начисто. Именно для того, чтобы окучить, мы и убрали в прошлом видеоролике все листья. И вообще я рекомендую все листья до первой грозди убирать. Почему это нужно сделать? Во-первых, все питание должно идти именно к грозди. Во-вторых, нижние листья находятся максимально близко к земле. А именно в земле у нас и зимуют все споры грибков. И тем самым, убирая нижние листья, мы не даем им возможность перебраться на растения. На втором этапе мы в полученные канавки укладываем мульчирующий материал. Это может быть сено, солома, также свежескошенная трава. В данном случае мы укладываем навоз. Кроме того, что он будет у нас играть роль мульчи, также это будет подкормка для наших тепличных культур. Полив мы будем осуществлять именно в данной канавке, поверх мульчирующего материала. И влага на наши тепличные растения попадать не будет. Что очень нам поможет в борьбе с грибковыми заболеваниями. Также под мульчей у нас будет сохраняться достаточно долго влага. Почва станет структурированной и очень плодородной. Кроме того, очень быстро корневая система тепличных культур расположится именно в канавке. И будет получать питание сразу же с поливом. Аналогичным образом мы делаем канавки у перцев и баклажанов. И точно так же закладываем в канавки мульчей. А теперь я хочу наглядно показать плюсы мульчирования. Если посмотреть, вот здесь у меня располагался навоз, который был приготовлен для мульчирования в теплице. И под ним земля вся очень мягкая и структурированная. Даже после того, как мы его убрали, она очень легко перекапывается. Если же взять место, где навоза не было вообще, то здесь земля пересохшая и выглядит как один единственный ком. Для того, чтобы ее разбить, нужно приложить огромные усилия. А теперь посмотрим непосредственно под мульчей, как выглядит слой земли. Если посмотреть, под мульчей почва влажная. Она структурированная. Очень легко копается и рассыпается. Под ней находятся все полезные микроорганизмы почвенные. Также дождевые черви, которые в свою очередь помогают нам в земледелии. Они выделяют у нас биогумус, что очень полезно для наших тепличных культов. Кроме того, что мы сокращаем поливы и эффективно боремся с грибковыми заболеваниями, почва под мульчей структурируется и становится более плодородной. Плюс ко всему, мы раз и навсегда в данном сезоне решаем вопрос с прополкой. Через такой слой мульчи ни одному сорняку практически пробраться нет возможности. После окончания всех работ вот таким образом выглядят грядочки в нашей теплице. Практически вся поверхность замульчирована. При необходимости мульчу можно подкладывать практически в течение всего сезона. Единственное, что желательно в второй половине лета закладывать тепличные культуры соломой или сеном, чтобы исключить излишнее попадание в почву азота. Итак, профилактические работы против грибковых заболеваний мы уже начали производить, но более подробно мы о них поговорим в следующем видеоролике. А теперь, если понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно поделитесь своими советами. Поделитесь этим видеороликом в своих соцсетях, чтобы большее количество людей смогло узнать о нем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok